В зале Деколепсик полный аншлаг. На концерт, посвященный юбилею туберкулезной больницы, постарались пригласить всех, кто работал в медучреждении за 75 лет его существования. Я пришла в больницу работать в 52-м году. До 57-го года были дети, прикованные к постели. Это большой труд для среднего медицинского персонала, очень большой труд, потому что дети видели только потолок и небо, когда их вывозили на свежий воздух. Когда Александра Васильевна Фунтикова пришла на работу в учреждение, это был еще детский костно-туберкулезный санаторий. Его преемником стала современная туберкулезная больница номер 11 Департамента здравоохранения города Москвы. 75 лет – это большой, непростой путь. И за все эти годы, из небольшой, условно-западной больницы, 11-й департамент больницы, стала ведущей больницей в стране, показанной специфицированной медицинской помощи в больнице. Не только научные достижения солнечногорских коллег, но и беззаветную преданность медицине, абсолютную самоотдачу, служение людям, которые ждут помощи, оценили ученые и врачи ведущих медицинских научных учреждений страны. Умение поднять этого человека, дать ему новую жизнь и вылечить не только от болезней, а вылечить еще его состояние души – вот это является, конечно, уникальной способностью этой клиники. Конечно, главная ценность учреждения – его сотрудники. Это было отмечено многими поздравлениями и наградами, которые коллектив больницы получил и от региональной организации «Союз работников здравоохранения» и от районной администрации. Своих коллег-победителей профессионального конкурса поздравили и сами виновники торжества. Спасибо большое за высокое отец моего труда. Спасибо большое. Еще раз все с праведом. Но в этой больнице работают только лучшие. Поэтому лучшие каждый сотрудник. Солнечногорские артисты поздравляли юбиляров яркими выступлениями. Мы охотно присоединяемся к поздравлениям в адрес коллектива. Желаем ему дальнейшего процветания и успехов в нелегком и благородном деле. Юлия Речет, Владислав Полунин, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова